Подтопление, пожары, аварии и прочие происшествия. Это работа для сотрудников муниципальной службы спасения. Ежедневно они совершают около десятка выездов. Сегодня спасатели отправились в район Волковки. Разожгли костер, установили палатку, но не для отдыха, а в целях обмена опытом. Во время учения отрабатываются все вопросы, связанные с профессиональной деятельностью. В том числе ориентированы на местности. Работа в труднодоступной местности горной, первое всего, с использованием специального снаряжения. Это будет отработка вопросов по оказанию медицинской помощи, по излечению пострадавших из разбитых машин и многие другие вопросы. Главная задача муниципальной службы спасения – оказание помощи пострадавшим при возникновении ЧАЭС. И с ней сочинские спасатели справляются на отлично. Перед тем, как в очередной раз доказать свой профессионализм, лучшие сотрудники получили грамоты и даже благословения священников на дальнейшую сложную и опасную работу. Цель учений сегодня – аварийно-спасательные поисковые работы в лесах. Спасатели отрабатывали переправу через реку и ущелья, а также транспортировку пострадавших, которые, по легенде, ушли в лес за грибами и заблудились. Это мероприятие запланировано, оно у нас согласно учебных планов на год, оно не первое. То, что работаем, отрабатываем, чтобы потом намного было легче применять в реальной жизни. И если во время учений на специальных носилках свой сотрудник и здоровый, то в реальности спасателям приходится иметь дело с людьми, у которых могут быть травмы разной степени тяжести. И здесь, безусловно, нужен опыт и постоянная практика, чтобы не навредить пострадавшему, а оказать ему качественную первую помощь. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.